Здравствуйте всем! Я с Украины, с Одессы. И хотел, друзья, поговорить об этих вещах, друзья, по поводу Иисуса Христа, и женщин. И, друзья, что ты имеешь здесь в виду? Знаете, друзья, как многие такие бывают религиозники, говорят, типа, там, в церкви, там, проповедовать нельзя женщинам, друзья, да, типа, что, женщины сиди там себе, там, да, и, знаете, там, ну, там, принеси подай, как говорится, какие-то все прочие вещи. Ну, друзья, нужно что понимать в этих всех вещах, что женщина, она, знаете, как мужчина, но еще более по ценным отношениям, может быть, либо как воплощение сатаны, знаете, терскости всякой прочей всего, там, блудкости и прочей, а может быть, наоборот, говорится, божьей помазанницей, друзья, истинно, четко исполнять божью волю. Друзья, мы понимаем такую вещь, что часто бывает тоже самое, женщины там, не понимают, что, допустим, над ними стоит муж, да, там, церковь, священники, да, начинают, бывает, там, говорится, сорви голова. Для этого, если понять, что, друзья, было, что, женщина есть голова, муж, кто-то самый, друзья, священник, церковь, бог в первую очередь, да, но, друзья, это, конечно, понятно такую вещь, что у бога на женщина есть предназначение. Если, друзья, священник, муж разрешает женщине говори слово божье, а женщина проповедует словам божье, это говорит о том, что, действительно, женщина может принести много духовного плода для царства божия. Друзья, она может созидать церковь, друзья, действительно, она может приведить, друзья, людей ко спасению. И, допустим, вот, допустим, брать нам эту церковь, да, и в среднем, ну, допустим, 80% новых людей, люди, которые, конечно, встали на путь праведной божьей, были приведены благодаря женщинам, друзья. то действительно, несмотря на то, что муж был не из жены, то женщина все равно имеет свое преимущество, она может действительно проповедовать и созидать Божьи стандарты. Действительно, когда люди могут действительно спасаться, благодаря тому, что женщина не молчит с закрытым ртом, а действительно берет и возвещает дела Господни. То есть, например, женщина, сорви голова, у нее нету Бог и не начальник, муж и не начальник, еще хочу, то я его отчу, там много в нашем мире, к сожалению, есть, для всякого блузства, еще все подобного, если прям, в розыске себя, скажу нагрузку, вплоть не поудобно. А если женщина matar и создавать Царство Божие, то действительно она четко показывает собой пример. И люди могут за ней пойти. И обязательно работать, то есть стать членами Церкви и потом тоже поповедовать Слово Божие. А словом Божие является главной волей Божьей. И поэтому помним, что если женщина принимает Слово Божие, например, если younger, например, церковь у нее священник, муж, Божь, да, друзья, девчонки, то есть женщина, почитая слово Божье, то действительно она может очень много принести духовного, друзья, плода для Господа Божьего нашего Иисуса Христа. И таким образом, друзья, можно скинуть в церковь, друзья, нормально почитать, возрастать, и за счет проповедования, друзья, себя, когда он так набирает в том числе очков, для того, чтобы вечность, друзья, попадать именно в рай. А друзья, мы помним, что ад – это место вечного мучения, а рай – это место вечного, полного счастья, радости, друзья, и благодати. Даже самое, друзья, как здесь, шикарно, друзья, в Одессе, в Аркадии, на самом известном пляже, друзья, всего, еще бывшего СНГ, СНГ, да, и СССР, бывшего Европы. Только, друзья, про юг все еще будет в бесконечно раз лучше, друзья. Поэтому я ссылочку вставлю на полное видео в описании, где, друзья, наши апостолы детальнее разберут тему, друзья, поэтому обязательно смотрим Слово Божье, питаемся Словом Божьим. Действительно, друзья, понимаем, насколько действительно, друзья, нужно понимать, что если действительно женщина открывает проповедование Слово Божьим, то действительно, друзья, это. Благодаря этому Царь Свобода распространяется, увеличивается и, таким образом, мы становимся более духовными людьми и можем действительно, друзья, себе шаг за шагом протатать себе дорогу на дорожечку в Вечность, в Рай. Аминь.